Видите, 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 вот оно! София его нуку! А случайный комментарий под видео, оставшийся без чужих ответов, попадет в ролик, вот как этот! Вот она моя муравьиная ферма. Вот здесь муравьи сделали свой склад, сюда они приносят семена. Так как у меня муравьи жнецы, я их кормлю семенами. В принципе, здесь есть все витамины и полезные вещества для них. Но также им все равно можно давать белок какой-то животный. Например, я давала им муху, и они ее съели. Тут у них яйца вот эти вот желтенькие-беленькие. Здесь рождаются и вырастают муравьишки. Это матка. Сюда с помощью пипетки я капаю им воду, тем самым гипс размачивается. И они вот сюда вот носят отсюда со своего склада семена, чтобы размачивать их и потом уже кушать. Выход наружу. А вот тут вот в углу они сделали мусорку. И весь мусор, который остается от семян или еще что-то, они выносят вот сюда вот. Вот эта дверка, она со временем откроется, чтобы колония, когда она еще подрастет, перешла сюда. Муравьишки, которые висят вниз головой, они хранят яйца, заботятся о них и кормят их. И когда у муравьев нет опасности, что нет еды, они начинают откладывать более крупные яйца и вырастают более крупные муравьи. Кстати, интересный факт, что когда муравьи рождаются, вот они такого размера и остаются. Они больше уже никогда не вырастут. Вот это вот муравьи-разведчики. То есть они ходят по территории и разведывают, что там произошло. Вот такой вот у меня микроскопчик. Видите, 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 вот оно. А вот эти вот с черными точечками, вот это муравьи, которые совсем скоро родятся. Вообще муравьи не очень любят яркий свет, они предпочитают сумрак. Также считается, что все муравьи очень любят желток яичный. Мы их им и покормим. Желательно не класть куски, которые они могут протащить через свою дверь туда в муравейник, потому что в сам муравейник входа нет. Положим сюда вот им желток и будем ждать их реакцию, как они будут изучать его. И я думаю, что нам придется подождать достаточное количество времени, но я уже вижу, что они поползли туда. Что сказать, конечно же, любовь муравьев к желтку подтвердилась, и они с радостью набросились на наш кусочек. Сначала это были разведчики, заметившие вкуснятину, потом они сообщили об этом другим муравьям, и далеко не вся колония, но достаточное количество работников пришло разбирать желток. Чтобы утащить в дом как можно больше, на поесть и на сохранение. Но чтобы они его не хранили, его придется убрать до того, как они его разнесут на кусочки и начнут их складировать у себя. Иначе он там испортится и будет там лежать, мешая им жить дальше. Отрывая маленькие части, которые пролазят в дверь, они уносили желток в муравейник, но пока не на запас, а кушали сами и кормили других муравьев. И все это, конечно же, так как муравьи умные и очень организованные существа, проходило не где попало, а в их общей столовой. При этом никто не идет с куском еды в детскую, хранилище, запасную комнату и не жует на улице. Культура? Я пока не знаю, сколько времени им бы потребовалось, чтобы растащить весь этот кусочек яйца до крошечек. Но раз с начала эксперимента прошло уже около двух часов, наверное, не меньше суток. Надеюсь, вам понравилось и вы захотите каких-нибудь еще более интересных экспериментов с муравьями или событий из их жизни. Муравьи твои, Маша. Муравушки. Муравьи. А что будет, если мы засунем туда носы? София, ну-ка. Да? Кто это? Муравьишки. Жмите на кружочки и смотрите еще наши веселые ролики. И Мишу не обижайся, ставь ей лайк, я за тобой слежу. А завтра каникулы у бабушки. Ай, блин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...